Приветствую вас в прямом эфире в эфире общины Дом Веры те кто смотрит нас через спутники я хочу рассказать что у нас существует такая интернет община Дом Веры и эта интернет община у нас уже работает много много времени уже больше года мы вместе собираемся каждый день кроме субботы и понедельника в прямом эфире я приглашаю вас присоединиться к нашей общине вы спросите как это сделать? зайдите на сайт домвера.ру прямо сейчас и вы сможете присоединиться у нас идет эфир мы просто реально в прямом эфире и я вижу сейчас люди комментируют пишут наши прихожане уже говорят мир вам вот вижу Лариса из Кирова говорит мир вам Максим Анна и говорит приветствует нас не знаю откуда она Слава конечно же наш постоянный прихожан Евгения Людмила из Киева приветствую вас Сауле Америка Солт Лейк Сити приветствует нас так же приветствуем вас так же всех 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 драгоценные приветствуем Ольгу с Караганды приветствуем Светлану из Киевской области кого не назвал тоже приветствую здесь так много людей все что-то комментируют пишут я не успеваю даже просматривать но я приветствую вас любовью к Господу пусть Бог благословит вас обильно вместе мы многое можем вместе мы можем расширять пределы Царства Божьего когда Иисус уходил на небеса он оставил великое поручение своим ученикам он сказал идите научите все народы и вы знаете чтобы научить все народы нужно сделать простой маленький шаг нужно сделать простой маленький шаг нужно начать ходить начните двигаться и начните изменять народы распространять Царство Божие распространять благую весть. И если этим делать, то тогда вы находитесь в великом поручении. Делайте Божьи дела. Распространяйте Божье Царство. Расширяйте пределы Царства Божьего. Любая душа. Вы знаете, на прошлой неделе я двух здесь крестил, две души. Приехали люди для крещения. И я радуюсь. И когда перед тем, как я погрузил воду этих людей, я спросил, а вы уверены, что вы хотите свою жизнь Богу отдать? И они говорят, да, мы уверены, я хочу отдать свою жизнь Господу. Вы знаете, это очень серьезный вопрос. По-настоящему ли ты относишься к Богу? Для тебя традиция? Для тебя игра? Или для тебя Бог есть Бог? Настоящий живой. Его Слово живо и действенно для тебя. Живет ли Господь сегодня в нас и действует? Это хорошие вопросы. Когда мы сражаемся с дьяволом, у нас есть два серьезных аргумента. Кровь Агнца и Слово свидетельства своего. Мы победили дьявола кровью Агнца и Словом свидетельства. Я сражаюсь с дьяволом этим оружием. Кровь Иисуса Христа и Слово моего свидетельства. Когда мы говорим свидетельство о том, что делает Бог, дьявол поражен. Конечно же, вы знаете, когда мафию судят, почему мало свидетелей? Почему? Когда судят мафию. Почему мало свидетелей? По одной причине. Лариса из Ричмонда. Почему, когда вот в Италии мафию судят, свидетелей очень мало? Что мафия делает со свидетелем, если кто-то решит свидетельствовать против мафии? Конечно же, конечно же, конечно же. Когда кто-то решил свидетельствовать против мафии, свидетели тех пытаются ликвидировать. Знаете, что делает дьявол со свидетелями Иисуса Христа? С благовестниками, с проповедниками Божьего Царства. Он тоже хочет ликвидировать, он тоже хочет остановить, он тоже хочет их обезвредить, потому что они вредят его Царству. Мы можем многое рассказывать о жизнях других людей. Знаете, когда проповедники приходят и говорят, вот, а был однажды святой, и он вот это, и вот это. Это хорошо, это классно рассказывать про всех-всех великих исторических персонажей. Но вопрос, будет ли Бог делать чудеса в твоей жизни? Конечно будет. Так говори об этом. Когда Бог что-то делает, говори об этом. Сегодня у меня второй день в гостях Александр брат наш Илья Исок. Илья очень легкая. Скажи быстренько я. Чепукавичус. Как Иванов. Ты меня Чупачус. Чепукавичус. Правильно? Да. Вот так. Вот. И он сам из северного Казахстана, вернее уже с Алматы, да? И в его жизни очень много свидетельств. Вы знаете, вчера он рассказывал, как... Ну, поприветствую наших зрителей. Приветствую вас, драгоценные братья и сестры. Очень рад быть сегодня здесь. И второй раз, я думаю, будет лучше, чем первый. Но вчера ты нас всех удивил. Ты знаешь, ты вчера сказал, что ты через десятину пришел к Господу. То есть ты прочитал в Мирской книге о том, что нужно давать десятину. И когда ты прочитал, ты задался вопросом, так, и ты пришел в церковь и сказал, что такое десятина. Тебе пастор показал, и вся твоя жизнь изменилась с того момента. Знаешь, очень редко, когда люди через десятину к Богу приходят. Но у тебя еще есть история, свидетельство. Ты же занимаешься футболом. Для тебя это как бы твой хлеб, насколько я понимаю, да? Частично. Частично хлеб. Сейчас это тоже. Сейчас частично. Ну, слава Богу. Но занимаясь футболом, у тебя были разные истории. Как у тебя вера в Бога? Молишься, постишься? Расскажи в двух словах. Ну, перейдем к свидетельству. Давай. Я хотел бы поделиться с вами сегодня свидетельством о том, как в первые месяцы, как мы уверовали, Господь укреплял меня и, соответственно, мою жену, потому что она была свидетелем всех этих событий. Буквально через два-три месяца, как мы уверовали, мы сидели дома и смотрели фильм с женой о Моисее. И в один прекрасный момент во время фильма я... Все, наверное, из вас когда-то слышали о том, что в церкви люди говорят, верующие, что Бог мне сказал, Бог мне сказал, я услышал о Бога, я услышал Бога. И, знаете, я на тот момент в это как бы не верил. Я думал, ну как так, у меня тоже вроде уши присутствуют, и, как видите, не маленькие. И я никогда не слышал. А вдруг кто-то слышит Бога. И для меня это было интересно. И вот в такой, в этот момент, когда мы смотрели фильм, я услышал внутренний голос. На первый раз я подумал, что я разговариваю сам с собой. Я хотел взять пятидневный пост, но внутри услышал такие слова, возьми семидневный пост. Я эти мысли отогнал, потому что в Вере был два-три месяца, и думаю, какие семь дней мне бы хоть как-то пять продержать. Пять продержать. Нет, три дня я уже держал. Ну и планировал пятидневный пост. Я мысли стал от себя эти отгонять. Через несколько минут, минут десять, наверное, прошло, и снова такой же внутренний голос, возьми семидневный пост. Вторая попытка, тоже не увенчалась успехом, я так же себе навязывал, что как будто это я себе что-то предлагаю. Как будто это самовнушение, да? Самовнушение, да. Я к этому серьезно не отнесся. И опять мы стали смотреть фильм, прошло несколько минут, и я услышал третий раз. После третьего раза я вспомнил всех наших братьев, сестер, которые говорили о том, что Бог им что-то говорит. И я был настолько удивлен, что реально я, по-моему, даже заплакал, потому что жена, когда пришла, когда посмотрела на меня, говорит, что с тобой происходит? я говорю, что я слышал три раза одно и то же, и я буду брать трех-семидневный пост. И вы знаете, вошел в пост смело, как бы без всякой задней мысли, думаю, раз семь дней, так семь дней. И решил, что первые три дня буду поститься без еды, ну, соответственно, без еды и без воды. И когда три дня я уже продержал пост без еды, без воды, мне пастор... Это вообще опасно без воды. Ну, три дня, насколько я знаю, не опасно. И без воды мне пастор сказал, что надо тебе уже начинать пить воду, поститься, но с водой. И на четвертый день, когда уже заканчивался, ну, было... Как ты себя чувствовал? Уже ослабил, да? Ну, три дня еще более-менее. Вот на четвертый день, на четвертый день это уже было что-то, когда у меня уже кружилась голова, подкашивались ноги. И мне звонит мой один хороший знакомый, на тот момент он занимал высокий пост в ГАИ, в нашем городе, в Петропавловске. Звонит и говорит, Сань, можешь ко мне приехать? У меня есть к тебе кое-какое дело, нужно переговорить. Я собираюсь к нему, выхожу во двор, иду до своей машины, голова кружится, ноги подкашиваются, состояние, ну, так скажем, печальное. И в тот момент я, наверное, услышал вот этот голос уже врага, потому что такие слова услышал, они до сих пор, я их помню, как вчера, подохнешь, как собака. Мне стало настолько страшно, ну, первый раз в моей жизни я четыре дня, как бы, да, в посте. Мне настолько стало страшно, что я сел в машину, и я уже думаю, что же делать, выйти из поста, или как, мне стало страшно, что думаю, а вдруг на самом деле умру. Ведь до этого никогда в моей жизни такого не было. начал в машине молиться, в машине начал молиться и просить Господа о том, чтобы он отогнал эти страшные мысли, дал мне какую-то уверенность, и после пяти минут молитвы страха как не бывало. И я решил, что если я и умру, то умру в посте медневном, и я ему сказал, Господь, ты меня тогда забери на небо. И как-то, знаете, вот с такой мыслью смело пошел вперед. Ну, слава Господу. Когда я приехал к моему другу, полковнику, подполковнику, я не помню, кто он там был конкретно, но и мы стали разговаривать, я говорю, какие есть, какие предложения, суть разговора, вообще, для чего меня позвали. Он говорит, что помнишь, говорит, несколько месяцев назад ты обещал, что будешь играть за меня. Я говорю, помню. И футбол. и он говорит, что завтра начинается турнир, и я хочу тебя видеть в своей команде. Я ему стал говорить, что нереально, нереально играть, потому что я нахожусь в семидневном посте. для него, мне кажется, пост, это пост ГАИ или еще что-то такое. Я даже не знаю, на тот момент, что он думал, но я ему объяснил, что это семь дней, когда я нахожусь без еды, в молитвенном состоянии, читая Слово Божие. И он сказал, ну, ничего страшного, приходи, там посмотрим, сможешь, будешь играть, не сможешь, не будешь играть. Ну, на этом мы как бы и порешили все. После него, как я выехал, я поехал к своему пастору Тимуру Чекунову и думал, что пастор мне даст какой-то мудрый совет, даст, может быть, мне даже либо скажет постись не играй, либо скажет играй, выйди из поста. Я рассчитывал, что все будет... Что пастор разрешит тебе выйти из поста и работать Я думал, как мне, наверное, будет удобно. Когда я пришел к своему пастору, рассказал всю ситуацию, он говорит, ну, говорит, ты мне скажи, ты обещал человеку выступать за него, ну, играть? Я говорю, да. Он говорит, ну, тогда играй. Я говорю, ну, в смысле, тогда из поста выйти? Он говорит, нет, не надо выходить, играй. У меня залезли глаза на лоб, я думал, это нереально. Скажи, а вот питание футболиста и игра напрямую зависит? Ну, как, конечно, зависит. Для любого спортсмена, правильно питаешься, чувствуешь себя лучше, конечно, и показательнее. А вообще по практике перед игрой кушать можно или нет? Ну, у всех индивидуально. Да? У всех индивидуально. Как у тебя? Я стараюсь, вот, на данный момент я стараюсь вообще поменьше есть. Сегодня я перед играми встаю утром, выпиваю воды, съедаю банан два, два банана и выгру. то есть стараюсь не загружать себя, да. Хорошо. На чем остановись? Так вот, что пастор сказал, давай пастись и играй. Ты-то думал, что он тебе разрешит спрыгнуть с места? думал, что он меня как-то мне поможет. Старший брат тебе скажет. Да, а он меня бросил в пекло. Сказал, что, говорит, ничего страшного, помолимся, помолимся за тебя завтра, ты выйдешь на игру, будешь играть, забивать и хорошо себя чувствовать. паста был уже. Это, когда я с ним встретился, четвертый день, а игры начинались на пятый день. Пятый день паста. Я хочу сказать, что это был чемпионат области североказахстанская. Это не заоблачный уровень, это не чемпионат мира, но состояние, в котором я находился, для меня это был уровень уже серьезный, сами понимаете. И на пятый день, когда я пришел к пастору, мы встали в молитву. Пастор молился за меня, просил, чтобы Господь, Отец наш Небесный, благословил меня, чтобы я забивал голы, чтобы я был мудрым на поле и чтобы он дал мне силы. И вы знаете, я это все принимал с верой. И в первой же игре, когда турнир начался, первые минуты, конечно, хочу рассказать о первых минутах пребывания моего на поле, я чувствовал себя настолько печально, что страх опять подступал. Ну, страх уже не того, что я умру, а страх какого-то позора, потому что пол плавал, мяч казался маленьким, самому у меня было ощущение, что я был метра, наверное, три ростом. То есть земля где-то далеко. Просто земля далеко, пол волнами пошел. Сознание отходило, да? Я думал, что это позор. Просто ждет меня впереди позор. Почему говорю об этом? Потому что когда-то меня в 17 лет Господь, я считаю, благословил очень хорошо. Я играл в высшей лиге России и там по футзалу. И там стал обладателем высшей, кубка высшей лиги. То есть выиграл вот этот кубок. И соответственно от меня люди ожидали, те, которые пригласили какого-то результата и я переживал за то, что я просто опозорюсь. Я не смогу играть, буду спотыкаться, падать и тому подобное. И знаете, когда началась игра, буквально через минуту-две от того состояния, То есть первый матч, первый матч, просто все исчезло. вот это состояние, пришло какое-то, пришла сила в ногах появилась. И в первом же моменте, в первом моменте в игре я забил гол. Первый момент, это на какой минуте? Ну это где-то минута вторая, третья. На третьей минуте забил гол? Да, то есть мне дали пас, я получил передачу, обыграл и забил гол. Для меня, я сразу вспомнил пастора, который в молитве говорил, что Господь, дай ему возможности, дай ему силы, мудрости, забитых мячей. Потрясающе. И вот на третьей, наверное, на третьей, четвертой минуте я забил гол. И после этого, конечно, у меня все поменялось. Я был уже уверен, что я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И на... В той игре, в первой, я забил два мяча, а в пятницу состоялось два матча. То есть это игра, потом небольшая пауза и вторая игра. Я забил в первой игре два мяча, во второй забил три мяча и, соответственно, ушел, как сказать, до субботы отдыхать. В субботу мы с пастором с моим сделали тот же самый процесс молитвенный. То есть мы помолились, он меня благословлял на игру и в третьей игре мы победили, мы победили и я забил один гол в третьей игре. И знаете, самое интересное, что то, что видел на тот момент, видели люди, которые знали, что я держу этот пост. Например, жена у меня плакала сидя на трибуне, потому что знала мое состояние и она понимала, что Бог творит чудеса. Мы реально, наша команда, она была в этом, в рейтинге на область где-то слабенькая. Да, из восьми команд на нас никто не рассчитывал. То есть, ну, пятое место. Мне даже некоторые люди говорили, что даже тот, который опыт ты имеешь, он не поможет. Вытянуть команду. Он не поможет тебе в этом турнире, потому что, говорит, ну, не потянете вы. Но мы выходили, обнимались, вставали в круг, обнимались и выходили с Господом. То есть, ты научил команду так делать? Ну, как бы да. Что вы делали? А так обнимались? Чего вы там в кругу говорили? Да, пару таких слов напутствующих. Например? Ну, ребят, давайте соберемся, не уступаем, боремся. Ну, свои, в общем, задвижки там футбольные. И в конце я просто говорил с Господом и вперед. И мы выходили и... А, то есть, ты всем команде говоришь, с Господа вперед, и вдохновлялись? и в каждую игру мы побеждали. Первую игру, вторую, третью. И настал седьмой день воскресенья. Твоего поста. Моего поста и последний день чемпионата. Чемпионата. То есть, за три дня все это проводилось. И получается, утром у нас богослужение в церкви, воскресенье в десять утра у нас начало, но у нас в десять утра был полуфинал. И знаете, я на тот момент очень сильно хотел быть в церкви и понимал, что если мы в субботу выигрываем полуфинал, то я успеваю на проповедь. На воскресенье утром выигрываем. Воскресенье в субботу полуфинал. Выигрываете? Выигрываем. Если выиграем, я еду на хотя бы на проповедь я успеваю в церкви. На прославление не успевал. И в полуфинале мы начали игру и неудачно. То есть, мы проигрывали 3-1 до если матч состоит из двух таймов по 20 минут, матч получается 40 минут. На 36-й на 37-й минуте мы проигрывали 3-1. 3-1. То есть, осталось 3 минуты фактически. 3 минуты. Мы за 37... Послушайте, послушайте. 3 минуты до конца матча. 3 минуты. Вы проигрываете 3-1, да? Да. То есть, минус два гола. Да. То есть, чтобы за 3 минуты выиграть, нужно... Ну, хорошо. И что случилось? В тот момент я... меня очень... Как сказать? Я очень был расстроен, что если мы не выиграем полуфинал, тогда сразу же... я понимал, что... А, то есть, тогда я не попадаю... четвертое место, а потом уже... А потом финал. Ага. И нам... Мне было вообще очень сильно выгодно выиграть полуфинал, потому что я бы успевал тогда на проповедь. то есть, у вас пигды будет и на проповедь. Ну, понял. Да. И когда мы проигрывали, когда мы проигрывали 3-1, я помню, остановился. Состояние было такое, ну, представляете, седьмой день от меня, по-моему, только уши уже остались за днем. Я уже похудел очень сильно. И я помню, встал так, почему-то взор мой упал на верхний угол вот этого зала. Не знаю почему, я просто смотрел туда и говорил Господу, Господь, почему так? Почему мы проигрываем? И вот этой, наверное, короткой молитвы в несколько слов или вопроса Господу хватило для того, чтобы Бог, ну, он-то знал вообще, в принципе, что он будет творить чудеса, когда он мне этот пост вообще предложил. Ну, а я не знал. И, соответственно, через две, через минуту, две, Бог сделал так, что я забил гол и счет стал 3-2. Но это тоже ни о чем не говорило, потому что 3-2 это не победа. Осталось 2 минуты до конца. Осталось 2 минуты этот парень, который сравнял, он же забил и победу. Красавчик. Что было в зале, в зале та команда, которая выигрывала, они были, ну, реально в шоке. То есть, они одной ногой уже стояли в полуфинале. Они уже себя видели там, да? Они видели себя в финале. Потому что не то, что они себя видели в финале, я их видел в финале, и наша команда их уже видела в финале, потому что за 37 минут забить один мяч и за 3 минуты проигрывать 3-1. В финале их видели все присутствующие. уже настроение было такое, ну, все. Ну, да. Я уже был расстроен. Я думаю, воскресное служение пробежит мимо меня. Но Господь сделал чудо и через несколько минут я в попыхах собирал, уже накидывал вещи и лежал в машину и ехал в церковь. И ребята меня хотели остановить и сказать, что у нас уже финал через несколько часов. Что у нас финал через несколько часов, а у нас и а ты уезжаешь куда-то. Ну, я сказал, что я в церковь и обратно. Приезжаю в церковь, стоит драгоценный пастор, наши братья и сестры, слушают проповедь. Я на заднем ряду машу рукой, он мне обещал, что даст засвидетельцы. А представляешь, Максим, да, первые месяцы горячие, когда охота всем рассказать, какие Бог чудеса творит. Я начал сзади махать руками, чтобы пастор мне дал слово. Он кивком головы сказал, что даст. Я сидел, надеялся и верил, но прошла проповедь, закончилось богослужение и не дал. И не дал. Я был на тот момент даже, мне кажется, злой, расстроенный. Я подошел к нему, говорю, Тимур, почему так, пастор, ты же пообещал. Он говорит, ты выиграл финал, мне пастор говорит. Я говорю, нет. Он говорит, вот выиграешь финал и засвидетельствуешь полностью. Ну да, раньше времени не надо. Послушав пастора, я понял, что да, в этом мудрость, ну смысл рассказывать, показывать фильм, если нет концовки в фильме. И я, в общем, мы отложили это на следующее воскресенье. Потом в обед я поехал на финал, на турнир на этот. Приехали, мы вышли на поле и вдруг один из братьев казахов останавливает меня, говорит, мы, говорит, забыли, говорит, сделать то, что делали все игры. Я говорю, что забыли? Он говорит, давай выйдем с Господом. Серьезно? Да. А то есть вы не сделали вот этот круг? Да, то есть четыре игры мы делали одно и то же, а на пятую я, видимо, приехал с церкви. Забылся, не сделали кружок, да? Но хорошо, когда есть такие люди, которых это зацепило. Он напомнил, да? Он напомнил, мы встали в круг, я сказал, давайте, пацаны, с Господом, последняя игра и выиграем ее. И, в общем, финал мы выиграли 3-2, Бог благословил, я забил победный мяч в третьем. И мы стали чемпионами. То есть для меня не вот этот титул, что там какой-то, ну, чемпионат области выиграли. Я еще раз говорю, это не самый, ну, это не такой уровень заоблачный, о котором бы нормальный футболист бы мечтал выигрывать чемпионаты областей. Конечно, любой футболист мечтает выигрывать чемпионат страны, даже дворовой хочется выиграть. Нет, для профессионала это не так. То есть профессионал хочет подальше, как любой капитан. Ты проявился там, ты забил же много голов. Я забил 7. Признание, признание зрителей какие-то есть? Забил 7, забил 7 мячей и когда награждали, объявляли, ну, номинации, лучший бомбардир забил 8 мячей. А ты 7, да? А я 7. Одного мяча не хватило, но я в принципе нормально себя чувствовал, не расстроился, потому что эта победа в таком состоянии, это для меня были чудеса реально от Господа нашего. Но когда давали номинацию лучшего игрока турнира, то отдали ее мне. То есть тебя назначили лучшим игроком турнира? Я стоял и вы знаете, 7-дневный пост, человек постится, ощущение, что под ногами все плывет, как он рассказывал, как будто рост у тебя. Знаете, это состояние, когда человек умирает, душа отделяется от тела, вот такое состояние. У меня бывало, когда я, помню, болел, у меня такое ощущение было, что, знаешь, где-то земля далеко-далеко и ноги там где-то в конце. Интересное состояние, пограничное, так скажем. 7-й день поста и дают ему лучшего игрока турнира. Сейчас послушайте, лучшего игрока турнира дают и 7-дневный пост. Но я не говорю, что так нужно тебе, чтобы побеждать в футболе, поститься. Все-таки нужно все-таки нормально приходить к футболу, подходить. Я думаю, Максим, это Господь просто дал мне, он меня просто укреплял. Это первые месяцы вхождения с Богом. Я думаю, там не ради этого титула, не ради, ну это для футболиста, говорю, профессионала, это не титул. Замечательно. Но то, что Бог сделал со мной в 7-дневном посте, для меня это очень дорого. Слушай, дорогой, время у нас летит быстро. Ты мог бы рассказать еще историю? Я слышал, недавно ты попал в большую аварию. Да. Расскажи, в двух словах, у нас остается буквально 8 минут, 7 минут. Расскажи, пожалуйста, вот это свидетельство. Пожалуйста. 23 сентября прошлого года я, возвращаясь с тренировки с партнерами по команде, развозил ребят по домам. Мы заговорили о Господе Иисусе Христе, вообще о Боге, о Его милости, о Его любви. И я ехал, слева сидел от меня мой друг с Киева, сзади грузин, парень, тоже партнер по команде. Латыш, латыш, украинец, грузин. Как в анекдоте, да. Литовец, грузин и украинец. И мы заговорили о милости Божьей, о том, что Бог есть, Бог любит нас. И у нас получилось с моим другом Лашей, с грузином, такая перепалка, что он говорит, Бога нету, а если есть, то он и не особо любит людей. Ну, из-за того, в связи с этой войной в Украине, где Украина с Россией. И мы заговорили, мы, довезя его до дому, мы встали на обочине и стали долго говорить о милости Божьей. Час, наверное, размышляли, дискуссии у нас были. И спустя час мы решили расстаться. Уже было 11 вечера. И мне друг говорит, я бы хотел, брат, чтобы ты меня убедил во всем, что ты сказал мне за этот час. И мы так и попрощались с ним. Последнее, что я помню перед аварией, я сидел, держась за руль, почему-то смотрел на спидометр и про себя задал Господу вопрос. Господь, как я могу его убедить в том, что ты есть, в том, что ты любишь нас, в том, что ты существуешь и в том, что ты нас никогда не оставляешь. И после этой мысли, после этой молитвы мы поехали и через, наверное... У тебя было желание его убедить, насколько я понимаю, Ты хотел найти возможность донести ему, показать, что внутри тебя было же. Было желание, чтобы... Было желание, чтобы Господь его убедил, потому что я понимал, я человек, мне это невозможно, никак. Но я знал, что Господу возможно все. Вы знаете, знаете, дорогие зрители, вот иногда бывает такое состояние, когда ты проповедуешь, а люди закрытые, реально закрытые, и они не хотят открываться, и они говорят, ну, меня ничто не убедит. И вот, наверное, как вот эта ситуация с грузином у тебя произошла, ничего не убедит. И что-то произошло... Через 20 секунд где-то, как мы отъехали ниже, через квартал, и мы снесли джип. Ну, то есть, я полностью виновен в той аварии. Ты помнишь, как это произошло? Я не помню, но мне друг вот с Украины, который рядом ехал, он мне сказал, что, когда я его спросил, как я не увидел, куда я смотрел, он говорит, ты смотрел на меня, я говорю, для чего? Он говорит, ты рассказывал мне об Иисусе Христе. Ну, то есть, я так понимаю, что свидетельство какое-то рассказывал. вы врезались на полной скорости в другой, на перекрестке, да? Да. У меня, к сожалению, было превышение. Хочу сразу сказать, никто так не ездить и больше. Да, неправильно. То есть, у меня было, да, больше. Говорят, около ста больше. Из-за того, что город был свободный, ночь практически, я превысил скорость, снес джип и к несчастью. В том джипе сколько людей? В том джипе было пять человек. Два мужчины и три девушки и нас двое. К несчастью, я снес эту машину, она перевернулась, мы улетели через орык в дерево. Но к большому счастью, Господь уберег всех. Ни один человек не погиб, ни один человек не сломал даже, ну, там, какой-то пальцы, какой-то слабой кости. Никто. То есть Бог поставил защиту. И я потерял память до утра. Я, то есть, ничего не помнил. Я ходил, говорят, как лунатик там. Каждые две минуты задавал одни и те же вопросы. Когда у меня жена приехала на перекресток, когда она узнала, что я разбился, она позвонила этому другу моему, грузину Лаше, и сказала, что Саша здесь разбился, если можешь прийти. Он пришел, потому что там близко было. И увидев эту аварию, он говорит, что, ты знаешь, говорит, я стоял, ну, как остолбенел он. Он говорит, состояние было, что в внутренности моей, в сердце моем, все говорило, что это для меня. И он говорит, я жалел то, что я задал тебе, ну, сказал вот эти слова. Еще раз, какие слова он перед выходом сказал тебе? Он сказал, что, брат, я хотел, чтобы ты убедил меня в том, что ты говоришь. Что Бог существует. Да. И знаете, слава Господу Иисусу Христу, что он уберег меня, моего друга и тех пять драгоценных людей, которые не погибли. И через... Травмы не было. Ну, жена свозила меня в больницу, сделали снимок головы, никакого смещения, просто врачи сказали, шок какой-то, может, неделю без памяти быть, но все вернет. Но это чудо, если машина перевернулась и... Там, там, да, как они выжили, как они не сломались, это чудо. Господь, в первую очередь, меня уберет, потому что у меня были бы проблемы, проблемы, если бы я кого-то погубил, не дай Бог такое. И через, через, получается, во вторник мы разбились, в воскресенье этот парень уже был в церкви. Грузин? Да, уже со своей девушкой. Ну, слава Господу. А, что еще хочу сказать? Потом и впоследствии парень с Украины стал ходить в церковь. То есть, все, кто был в тот день в машине, сегодня, может быть, не так стабильно, как хочется, но они ходят в церковь, и уже для них нет вопроса, что Бога не существует. или он не любит. Та авария и меня лишний раз убедила, никогда не сомневался, но та авария лишний раз убедила в том, что Господь бережет своих детей. Это невероятно. Но Господь действительно бережет своих детей. И, вы знаете, когда мы смотрим на эти вещи, иногда задается вопрос, почему вообще это происходит, из-за чего это происходит, почему это происходит. Ответа нету, но когда что-то происходит, мы знаем, что Господь, моя защита, мой покров, моя охрана. Я помню, когда мой самолет очень жестко сел, и я думал, что он сейчас перевернется, потому что он когда сел, однажды мы приземлялись в Москве, и вот так, он ударился так сильно, подскочил вверх, и пошел носом вниз. Я думал, все, это конец. Вы знаете, что в этот момент кричали все, и даже я кричал, я кричал, Господи! Всегда в этот момент кричу, Господи, Господи! Буквально недавно мы ехали в машине, ты тоже, по-моему, со мной был, и единственное, что я успел закричать, я всегда кричу, Господи, или Иисус кричу, или Господи, я всегда призываю имя Господне. Наверное, в этом есть, ну, в этом есть что-то, что-то правильное. Призывай имя Господа. Всегда, всегда, всегда. Когда наша машина на полной скорости не вписывается в поворот, на скорости сколько, 140 км в час? Когда мы очень быстро пропотели. Да, пропотели полностью. Но я закричал, Господи, Господи! Знаете, и по милости Божией мы, не я был за рулем, но, слава Богу, вошли в поворот, немножко съехали на обочину, сейчас представьте, на скорости, сколько это было, 65 миль, это где-то 110, 120 км в час, войти в поворот, на этой скорости и чуть-чуть съехать на обочину, мы чуть ли не улетели, в принципе, не улетели вообще с трассы, то есть, это было страшно. Потом весь день бодрствовали. О, да. Всегда призывайте имя Господне, имя Господне, крепкая башня, укроется в ней праведник и будет спасен. Аминь. Наше спасение в Господе Иисусе Христе. Дорогие друзья, наше время подходит к концу, и мы хотим помолиться за вас. Сегодня с нами Александр Чупа... Чепукавичус. Своего запасказку. Я научусь, научусь. Помолимся за наших зрителей. Мы простираем руки к вам во имя Иисуса Христа, говорим, благослови меня. Господь, благослови каждого зрителя. Огради от всякого зла. Помоги Господь. Пускай Господь, они побеждают в своих чемпионатах. Пускай постятся. Пускай Господь, никакое зло не приключится. А если даже что-то случится, то им да не повредит. Мы говорим благословение двами во имя Иисуса Христа. Благословляем. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Сегодня с вами был Максим Максимов и... Александр Чипукавич. Мы любим вас, благословляем. Спасибо за то, что ты присоединился ко мне в прямом эфире. Такое благословение. Ну там помаши своим родственникам. Привет. Приветствую всех. Жене привет передай. Маша привет. Лева, Оксана привет. Стас, Нина привет. Ира привет. Всех-всех друзей приветствуем. Всех-всех, кто слушает. Леха, если ты смотришь, Кришин и Юля, всем привет. Всем приветствую. Дорогие... Пусть Бог вас благословит. Пусть Бог благословит вас. Держитесь за Господа Иисуса Христа. Тимур Чикунов. Привет. Пастор мой. Аминь. Мы заканчиваем наш прямой эфир. Я благодарю Бога за каждого, кто смотрит. Пусть Бог благословит вас. Ваше участие и поддержка помогает нам распространять Евангелие по всему лицу земли. Помогает нам изменять историю. Помогает нам влиять на людей. Я хочу, чтобы люди познали Господа Иисуса Христа. Чтобы люди приблизились. Сегодня не такое учение было, как свидетельство. Но знаете, когда мы слушаем свидетельство, мы воздаем славу Господу. Ему да будет слава, Ему да будет честь, Ему хвала, Ему поклонение. Только Иисусу Христу. Славьте Бога. Он живой, Он настоящий, Он верный. Призывайте имя Господне, и Он укрепит вас. И когда вы будете обессилены, в немощи, ваше сила, Писание говорит. Когда вы немощны, когда вы не имеете силы, но Господь укрепляет и дает вам способность забивать голы и побеждать. Пусть Бог благословит вас. Храните веру евангельскую. Встретимся завтра. Благословение. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим Сиенел и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!